Дельта Машин Тур 26 февраля легендарная группа даст концерт в киевском МВЦ. Последние два с половиной месяца группа путешествовала по США и Канаде, а теперь готовит заключительную часть своего масштабного тура. 46 концертов в 21 европейской стране. Такой график ожидает группу в ближайшие пять месяцев. Продолжение европейского турне стартует в Ирландии 7 ноября, а закончится 7 марта в Москве. Между этими датами легендарный коллектив завернет в гости и в Киев, сообщает topdj.ua. Напомним, что предыдущее выступление Депиши прошло 29 июня на НСК Олимпийском. И по мнению многих посетителей стало одним из лучших концертов, которые когда-либо проходили в Украине. Рекорд по посещаемости. Любовь украинской публики не знает границ. Более 40 тысяч человек. Тысячи селебритис. Продленное на час метро. Лучший концерт в Киеве. Никогда еще столько людей в Украине не сходили с ума в один и тот же момент. Хор тысяч людей. Стадион светящихся экранов телефонов. Прыгающие трибуны. Это просто надо было видеть и чувствовать из отчета о концерте, который можно посмотреть. Не сомневаясь в профессионализме Депиши, уверены, что перед окончанием тура ребята выложатся на полную. И этот концерт пройдет не менее легендарно. Ну а в том, что украинские поклонники группы захотят повторить этот успех, нет никаких сомнений. Так что с нетерпением ждем 26 февраля следующего года и концерт Депиш Мод в Международном выставочном центре. Армада Найт приходит в Украину. Это праздник для всех, кто любит качественную музыку. А что такое Армада, вы спросите? Для тех, кто не знает, отвечу. Армада это не только лучший дэнс-лейбл планеты. Это глобальная организация, которая объединяет сотни талантливых артистов с миллионами людей на всех континентах. Армада представляет суперзвезд и открывает миру новые имена через музыкальные релизы, большие дэнс-фестивали и сногсшибательные вечеринки. Армада Найт одна из самых известных серий вечеринок всех времен. От Ибицы до Конконга, от Москвы до Сиднея, от Стокгольма до Лос-Анджелеса. Город за городом, страну за страной Армада Найт покоряет новые территории. Пришло время этой серии в Украине. Первый дебютный эпизод пройдет в Киеве в субботу 29 ноября в новом концерт-холле Stereo Plaza. Это будет Армада Найт под знаком Аплифтинг. А теперь о долгожданном камбэке. Легендарная группа Аба может воссоединиться уже в следующем году. И это спустя 30 лет после распада группы. В интервью немецкой газете Welt Amzontag участница коллектива Агнета Фельдскок сказала, что Аба может воссоединиться, чтобы отметить 40-летие дебютной песни Waterloo. Мы обсуждаем как раз такую идею, подтвердила Агнета. У нас уже есть план, чтобы отметить эту знаменательную дату. Не могу сказать точно, понравится ли всем участникам Аба такой расклад. Несмотря на то, что группа никогда не объявляла о своем распаде, коллектив дал свое последнее выступление в 1982 году в Стокгольме. В последний раз все участники Аба появились вместе в 2008 году на премьере фильма «Мама Мия». И в конце хотелось бы поставить точку позитива. Хор российской полиции перепел хит Daft Punk Get Lucky. Ваши глаза округлились? Тогда смотрите. Видео, на котором хор российской полиции перепевает хит Daft Punk Get Lucky, стало новым хитоп YouTube. На данный момент видео с кавер-версии трека насчитывает более 2 миллионов просмотров. Есть информация, что сами Daft Punk очень высоко оценили новую версию своей композиции и назвали ее лучшей перепевкой Get Lucky. Сама песня была исполнена 10 ноября в Кремле. При этом Get Lucky является не первым хитом хора на YouTube. Ранее в августе полицейские сделали кавер-версию хита Адель «Скайфоу». Друзья, это были новости на телеканале «Мьюзикбокс». С вами был я, Стас Шуринс, и программа «Мьюзикбокс Ньюс Дейли». Оперативно о главном каждый день. Смотрите и не переключайтесь. Пока.